Продолжаем разговор Нескончаемый спор о том Является ли ММА просто сводом правил Или это уже сформировавшийся стиль боевых искусств Да, тут конечно вопрос терминологии Что называть школой, что называть стилем Чем еще называть Но давайте мы так умозрительно То есть стиль это направление То есть направление боевых искусств Вот, смотрите Что я подразумеваю под тем Чтобы назвать ММА и законченным стилем И причислить его к определенным школам боевых искусств Все такое школа Школа это некая традиция Которая имеет определенную структуру То есть есть какие-то авторитеты Есть какие-то люди Создана какая-то система Вот это вот школа Школа может называться как угодно То есть адепты школы могут Причислять какого-нибудь там Кинавскому Годжирю Шутукану какому-нибудь Не знаю, японскому И так далее И делать При этом фиг знает Так, прошу прощения По телефону поразговаривал Понимаете, такое бывает иногда Ну так вот Значит О чем я говорил О чем остановился А Вот, они занимаются Значит В школе Которая называется Там определенная Там КЗХ Например Там не знаю Что-то еще Там Кёкушин И все они делают Может быть даже совершенно по-разному Но с каким-нибудь акцентом на то Как работает их учитель Главный тренер Там или что-то еще Вот Есть какие-то Особенности Которые выдают то Что они Причислены к данной школе Чаще всего это Эмблема Ритуалы Определенные Определенные Кодексы Нахождение в каких-то федерациях Прохождение каких-то семинаров У признанных авторитетов Данного направления Вот это вот все Школа То есть это структура Школа Это структура Вот так вот скажем А что такое стиль Стиль это манера То есть это манера боя То есть для каждого Для каждого направления Боевых искусств Даже в рамках Разных школ Но каждый направлений Например Какое-то Такое направление Типа карате И все мы сразу узнаем Какой бы стиль карате не был какая бы школа каратэ не была, но мы примерно представляем, что мы можем увидеть. Это прежде всего удары руками и ногами, как визитная карточка удары ногами каратэ. Раньше только так, это кия, удар ногой, все, это каратэ, все, раньше так было. То есть, вот это вот, значит, особенности направления. А вот в рамках направления каратэ есть еще определенные стилевые манеры, которые свойственны для окинавских каких-то направлений, стилей, опять же, да, для японских, они различаются очень часто. Почему мы видим, что это вот, а это вот ортодоксальные направления. Мне не важно знать, это окинавское годжурю или уэчирю или еще чего-то. Я вижу, как человек делает какие-то каратэ, какие-то движения, я говорю, о, это старые ортодоксальные, значит, кинавские стили. Даже не знаю, какая это школа, я знаю, что это старые ортодоксальные окинавские направления, либо какой-то закос под них конкретный. То же самое я вижу про японские направления. Вижу дальняя дистанция или средняя, длинные удары, типичные там йокугери всякие там, да. Это, скорее всего, что-то из разряда шотокан. Вот, если я вижу короткие стоечки там, все такое прочее, быстрые движения, это близко где-то к шиторю и к направлениям, которые оттуда вытекают все. Если мы видим грубнутый такой обмен ударами, такие интересные вещи, или вот в кёкушине удары в прыжках ногами, после которых боец падает сам. Ну, скорее всего, там ашихара или кёкушин, значит, вот какие-то вот эти направления. Если мы видим, что люди дерутся, делают, ну, каратисты, делают какие-то в то же время проходы, обмен ударами плотный, потом идет какой-то бросок и добивание, мы говорим, ну, это какие-то направления по типу косики каратэ, кудо и так далее. То есть мы определяем вот по таким вещам, даже не зная, что за школа, какое-то направление, стиль. Так вот, я хочу сказать, что мы это хорошо все видим при одном условии. Если они дерутся в рамках своих направлений, но еще раз говорю, стоит им всем, предположим, сойтись вот в том, как это в фильмах бывает, там, кумите, да, в кровавый спорт, да, когда собрались разные бойцы разных школ, там, в Гонконге, или я не помню, где там это было, да, где Ван Дамм снимался в главной роли, да, типа Фрэнк Дюкс, или как его там звали, по-моему, так. Вот, и дрались бы вот по таким вот, когда можно делать все, что называется, они бы и в первых боях, возможно, бы вот там было так, как вот в этом фильме. Каждый свое, как говорится, гонит и все так далее. Но если бы это проходило бы постоянно, как в других фильмах это бывает, когда бойцы встречаются и дерутся один раз, там, другой, третий, тотализатор, там, и все, там бы очень быстро все пришло бы к другому стилю. И стиль бы, знаете бы, что напомнил однозначно, он бы напомнил ММА. Вот почему ММА является стилем, конкретным стилем? Потому что стоит нам увидеть поединок, и неважно, где он будет идти, на ковре, на борцовском, на татаме ли он будет проходить, в ринге ли он будет проходить, или в октагоне, в трусах ли будут драться бойцы, или черт не знает в чем, или без трусов, это неважно. Мы сразу по манере боя поймем, а это ММА. И это скажет любой, кто хоть однажды видел ММА. Однозначно, он сразу скажет, это ММА. Почему? А потому что для стиля ММА есть характерные черты, как в плане стратегии боя, так и тактики, а также и в плане технических действий, которые применяются. Конкретно там все это, то есть сразу как увидит, любой скажет, это ММА. Не это ли показатель того, что это стиль? Друзья, вот вам четко. Но стоит выйти в полноконтактный бой бойцам из любых направлений самки карате, например, какому-нибудь бойцу Годжирю, или какому-нибудь бойцу Уэчирю, или какому-нибудь бойцу Шотокан, выйти в ринг в полноконтактный поединок, как сразу от этого классического Шотокана, от этого Годжирю, от этого Уэчирю не останется никакого следа вообще. И вы не поймете вообще, какому стилю принадлежит боец. Так кто занимается, кто имеет настоящий стиль? Друзья, если боец, который занимается карате традиционным, во время полноконтактного поединка, вынужден для того, чтобы хоть как-то противостоять там и хорошо, или тем более, если он хочет выиграть и менять свой стиль боя, так какой же у него стиль? Похоже, что у него и стиля-то никакого нет. Да, есть школа, которой он принадлежит. То есть школа – это структура и организация, в рамках которой люди занимаются принятыми в этой организации делами. Вот и все. Как административными, так и, соответственно, тренировками типичными для данного направления. Все. Вот чем они и занимаются. Вот она и существует. Отдельная, закрытая страна. Вот так это выглядит. Но, говорю, стоит только синтегрироваться. То есть, когда в одних соревнованиях могут участвовать разные бойцы, по абсолютным правилам, как все, между стилями стираются все границы и рамки. И что получается? И все получается похоже на один единственный стиль. Какой стиль? Стиль ММА. Mixed Martial Arts. Ну так вот, ребят. Поэтому я вам еще раз говорю, что настоящий стиль, то есть, что ММА может претендовать на то, чтобы быть абсолютно признанным полностью сформировавшимся стилем боевых искусств. А вот многие традиционные и ортодоксальные направления не могут претендовать на звание собственного стиля. Они могут иметь свою школу, то есть организацию. Но стиля у них никакого нет. Почему? Потому что он тут же теряется. Он действует только в рамках данной школы. Как только требуется проверка, а эта проверка, она, пожалуйста, вышел в октагон, да, и, пожалуйста, проверяйся. Нет. Вспомните того же, ну, Мачиду, да. Очень многие каратэки бравируют тем, что вот посмотрите на нашего Мачиду, это наш каратэка, который в ММА достиг больших успехов. Ну, во-первых, для начала, Мачиду, он уникальный, он один такой. И кто бы не говорил там, что Джордж Сен-Пьер и кто-то там еще там начинали с каратэ, Макгрегор там тоже типа с каратэ начинал там, или не знаю, что. Ребят, понимаете, не знаю, кто с чего начинал. С анонизма все когда-то начинали, но это вовсе не значит, что кто-то добился потом, скажем так, успеха очень большого на поприще секса, понимаете. Мало ли кто с чего начинал. Вопрос в том, кто чем закончил. Вот это важно. Вот Мачиду каратэ... Вот именно Мачиду, он уникальный человек. Он действительно каратэка в ММА. Вот. И ММАщик в каратэ. Это да. Но он один такой единственный. Ну, еще вот Энди Хук был, да, который дрался в абсолютных боях, он дрался в Каи-1. Он в ММА никогда не дрался, он дрался только в ударки. Ну, вот тоже показатель, да. Это Кёку Шиновец. Вот. Ну, их очень мало, их можно по пальцам на одной руке посчитать, что называется, всех. А так, никто из-за каратэк не смог добиться там успеха. Понимаете? Если бы у каратэк хорошо получалось в ММА, они бы там все заполонили. Вопрос, что у них нихрена не получилось там. И они там не задержались. Если бы у них там получалось бы все, они бы там остались. Понимаете? Это же как круто, ну, как утвердиться, то есть утвердить каратэ как лидирующую систему боевых искусств. Это же круто так. Посмотрите, как долго Грейси там доминировали. Они почему не уходили? И не уходят. Потому что у них хорошо получается в партере. И если там удается затащить противника в партер, то они там очень часто выигрывают. Тем самым они подтверждают, что бразильское джиу-джитсу одно из самых лучших реальных боевых направлений, которые есть. И каратэки, если бы постоянно бы нокаутировали бойцов ММА хотя бы в стойке, ну ладно, попали в партер, проиграли. Но пусть, если бы они хотя бы нокаутировали даже в стойке, они бы там задержались. Ведь как же классно было показать, что каратэ одна из самых тоже передовых боевых систем. Такая, как и бразильский джиу-джитсу. Вы знаете, боевое самбо задержалось в ММА, и задержалось благодаря тому же Федру и многим другим бойцам нашим. Почему? Потому что рабочая система, потому что у них там все получается. Понимаете? Да. У многих ударников и кикбоксеров тоже получается. У тайских боксеров, у некоторых тоже получается. У чистых боксеров не особо. У каратистов чистых нифига не получается. Понимаете? Вот вам и показатель. И я говорю, как только доходит абсолютного поединка, то все, стиль сразу исчезает. Нету стиля никакого. Вот так вот, друзья. Ну что? А, вот Игорь что-то написал. К сожалению, я сейчас... Так, ну ладно. Опять же определиться... Да, Игорь писал уже, определиться бы с терминологией. Игорь, ну вы предложили терминологию, я ее почитал. Ну, вас устраивает та терминология, которую вы приводите. Я вот сейчас по-другому, скажем так, определил. Понимаете? Никто не определит эту терминологию никак. Но мы прекрасно понимаем, о чем мы говорим, на самом деле, по большому счету. Вот. Так это понятно. Для меня, на самом деле, пофигу абсолютно, какая самая терминология. Я просто утверждаю, что ММА можно назвать как школой боевых искусств, так и стилем боевых искусств, так и направлением боевых искусств. Во всех этих трех ипостасях ММА полностью сформированы вещи. И как школа, и как направление, и как стиль. Со своей особенной манерой ведения боя, со своими особенностями выполнения всех технических действий, которые в том числе взаимствованы и из других видов боевых искусств. Вот смотрите, в ММА заимствована техника рук из бокса. Но вы посмотрите, как дерется МакГрегор, который очень много побеждает нокаутами на руках. Или Альдо тот же самый. Или кто-нибудь, или Фургю... Ну, все. У них не классическая техника бокса, она близко не похожа. Посмотрите на Федора Емельяненко. У него что, бокс, что ли? Нет. Они тренируют технику бокса, но применяют ее совсем по-другому, потому что ММА диктует особенности исполнения этой техники. То же самое касается техники ударов ногами. Да, она взаимствована из тайского бокса где-то, где-то из каратэ, но выполняется совершенно по-другому. Иначе. Поэтому это уже полностью сформированный стиль и направление. Все, друзья, я на этом закончил. Я приехал домой. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Отвечу на них. Салют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!